Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 июля, Православная Церковь совершает празднование иконе Божьей Матери Балыкинской. Явление Балыкинской иконы Божьей Матери произошло в селе Балыкине Стародубского уезда Черниговской губернии 30 июня 1711 года. История чудотворной иконы была изложена в утерянном ныне рукописном сказании, хранившемся в храме святителя Николая в селе Балыкине. Предание гласит, икона Пресвятой Богородицы находилась в доме Тимофея Дульского, офицера Стародубского полка. Во время войны со шведами, когда вражеские войска шли мимо города Стародуба, на иконе стали заметны слезы из глаз Божьей Матери. Увидев это, Дульский дал обет поставить святую икону в храм, который где-нибудь тогда строился. В скором времени он узнал, что в селе Балыкине именно в это время возводилась церковь и, убедившись в бедности Балыкинского прихода, обещал передать святую икону Божьей Матери именно туда, но медлил с исполнением своего обета. Тогда во сне ему явилась Пресвятая Богородица и приказала немедленно передать икону в Балыкинскую церковь. Однако и после этого Дульский все еще медлил. Второй раз явилась ему во сне Пресвятая Богородица, ибо дугрозой наказания вновь приказала отдать икону в Балыкинский храм, после чего Тимофей Дульский поспешил исполнить свое обещание и передал икону в новопостроенную деревянную церковь во имя святителя Николая в селе Балыкине. Образ прославился многочисленными исцелениями больных, которые стекались для поклонения ей не только из Черниговской, но и из соседних губерний. Незадолго до Октябрьской революции образ был сильно поврежден в результате самовозгорания, но огонь не коснулся лика Божьей Матери. Балыкинская икона написана на холсте, приклеенном на доску, малороссийским письмом, закрыта стеклом и металлическим окладом с покрытием, имитирующим золочение. На голове Божьей Матери вместо покрова украшение, напоминающее Деодему. На иконе Богородица изображена с молитвенно сложенными руками, взирающий на предвечного младенца, который лежит на ее коленях. Икона была украшена серебряной вызолоченной ризой с надписью 1811 года, июня 24-го, в каштом графине Анны Ивановны безбородка переделана и вызлащена. Иконография Балыкинской иконы восходит к западным образцам, иконам Рождества Христова и поклонения волхвов. Богородица нередко изображалась коленопреклоненно, с прижатыми к груди руками, перед лежащим в яслях богомладенцем. Точный список с чудотворной Балыкинской иконы находится в Орловском Веденском женском монастыре. На иконе Богородица изображена в венце, вокруг нимба 12 звезд. Как гласит предание, чудотворный образ попал в обитель в 1712 году, как благословение святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Черниговского, и не раз являл заступничество Божией Матери, обращающимся к ней за помощью. Эта икона также прославилась исцелениями младенцев и бесноватой женщины в 1858 году. Чудеса, происходившие от списка иконы Богоматери, записывались в монастыре. Чудотворная Балыкинская икона Пресвятой Богородицы, находящаяся в городе Орле, более известна, чем первообраз из села Балыкино. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется собор славных и всехвальных 12 апостолов Петра Андрея, брата его, Якова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея Фомы, Матфея Иакова Алфиева, Иуды Иаковля и Лифадея, Симона Зелота и Матфея. Преподобного Петра Царевича Ордынского Ростовского празднуется прославление святителя Сафронии епископа Иркутского, чествуется собор святых Биробиджанской епархии, священномученика Алексея Введенского Пресвитера, священномученика Тимофея Петропавловского Пресвитера, преподобномученика Никандра Прусака Иеромонаха, преподобномученика Феогена Козырева Архимандрита, мученика Иоанна Демидова, совершается празднование иконе Божьей Матери Горбаневская. «Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаименитства. Будьте Богом хранимы и Его причистой Матерью. Многое вам и благая лето!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok